Я подробно объясню, что такое последовательность перестановления. Объяснил? Объяснил. Вначале числа идут по порядку. 1, 2, 3 и так далее, 2, 1. В конце они тоже идут по порядку, но в обратном порядке. 2, 2, 1, 2, 1, и так далее, 2, 1. И здесь каждый раз происходят какие-то изменения. Изменения происходят ровно в тот момент, когда две или больше точек оказываются на одной кривой. Пока все понятно. При этом заметьте, если таких кривых параллельных оказалось несколько, то изменения происходят в этих двух. Если такая кривая осталась одна, то так. Вот здесь опять две кривые. Здесь одна кривая, здесь одна кривая. Понятно. Вот количество операций, это же и есть количество вот этих строчек, вот эти переходы, это как раз и есть количество направлений. То есть наша с вами цель доказать, что количество вот таких вот букв будет не меньше, чем 2M. Напоминаю, у меня N, это 2M, это такое значение, да? Так вот, для того, чтобы решить задачу, оказывается, нужно сделать следующее. Надо ровно пополам разделить все эти перестановки. И дальше ввести такие три понятия. Перестановки бывают перестановки, которые никак эту линию не затрагивают. А бывают, мы их давайте будем называть касатели, те, в которых нет пересечения, но вот эта штучка коснулась вертикальной линии. Поскольку это крайне важно, и без этого доказательства у нас не получится, давайте я еще раз напишу эти три типа. Пересекающие. Это вот что такое, когда у нас картина такая, что, ну это еще может быть что-ли быть, это пожалуйста, это не важно. Но важно, чтобы пересечения было. Есть такой промежуточный текст, касающийся. Это вот что такое, вот эта вот линия, перестановки нет для того, чтобы переходили в очереди, но при этом обязательно есть та, которая прямо вот непосредственно здесь. И бывают все другие, бывают обычные. Обычные, это вот что значит. Это значит, что те, которые находятся слева и справа от вертикальной линии, в средней, вообще не участвуют. То есть, что-нибудь такое, где-нибудь там, далеко, и можно несколько, но важно, что вот эти вот, которые рядом с вертикальной линией. А мы не писать как-то именно такое? Что? Мы не писать как-то именно такое. Можно. Мое дело объяснить понятно. Мне кажется, все понятно просто. Итак, есть пересекающие, есть касающиеся и есть обычные. Отлично. Так вот, быстро. Я сейчас обращаю ваше внимание на следующую, что в начале числа от 1 до m у нас расположены строго слева вертикальные линии. А в конце эти числа расположены наоборот справа. То есть, все эти числа должны что сделать? Перейти слева направо. И наоборот. Справа налево все числа от f плюс 1 до 3 м тоже должны перейти. Понятно? Да. Понятно. Значит, без пересекающих обойтись не возможно. И еще одна вещь. Пересекающих минимум 2 штук. Потому что, если бы пересекающая была одна, если бы только за одну операцию сумели бы все слева перебросить направо, справа налево, сумели бы при помощи одной пересекающей. Вот здесь вот гном почти нечто лежали на прямой, но чтобы все сразу перебросили, нужно было бы, чтобы все лежали на прямой. А по условию не так. Значит, пересекающих хотя бы 2 направления. Хотя бы 2-3 направления должно быть. Отлично. Кстати, на этой картике ровно 2 пересекающих направления. Касающихся. Это вот это. Видите? Вот это. Согласны? Вот касающихся. А вот это вот. Это вот так. И вот есть пересекающие, касающиеся. Видите? Обычно. Заявление. Между любыми двумя пересекающими обязательно есть хотя бы одна вот такой тип. Давайте поймем почему. Это достаточно совсем просто. Ребята, смотрите. Что значит, что у вас произошла пересекающая? Это значит, что вот этот кусок вот так сделан. Правильно? Отлично. При этом они шли в порядке возрастания. А сейчас пойдут в порядке умывания. А пойдут в порядке умывания. А что нужно для того, чтобы сделать следующую? Чтобы было от этой пересекающей? А чтобы сделать следующую пересекающую? Надо чтобы числа вставляли на 2 направления. Надо чтобы опять к этому месту подошли бы числа, которые идут в ненужном нам порядке. Сначала все, чтобы возрастать. Здесь у нас они идут, видите, да? Один, три, шесть. Видите ли я? Видите? Происходит вот эта штука. Три, один, и тут что? Уже в порядке бывает. Для того, чтобы произошла следующая операция, что должно быть? Чтобы сделать следующую операцию, вот здесь опять должны быть по возрастанию, потому что операция переставеляет. А для того, чтобы они сказали, вы должны передообраться с этой четвертой. Понимаете? В порядке возрастания. Один, три, шесть. Мы их перестали. Они идут в порядок выбывания. То и нельзя переставлять. Переставляемые всегда, когда они идут в возрастание, они становятся по убыванию. Потому что наша цель, в конце концов, чтобы всеältить по убыванию. То есть, так должно происходить у нас ведь? Постепенно-постепенно меняется. Поэтому, чтобы произошла следующая пересекающая, нужно, чтобы у нас около этой вертикальной линии опять оказались два элемента в возрастающем порядке. Замечательно. Но чтобы так получилось, у нас они должны будут появиться. Если бы мы эти элементы не трогали, если бы делали только обычное преобразование, то в таком случае они бы так и остались. Мы должны были сделать касательными. Между другими двумя пересекающими хотя бы одна касательная должна быть. Потому что эти элементы надо было на что-то другое выживать. Замечательно. Их надо было поменять на три-четыре, да? Потому что, иначе, в другом. Итак, после каждой пересекающей идет хотя бы одна что-либо касательная. А вот дальше надо понять и следующее. Что если у вас есть длинная пересекающая такая штука, то, смотрите, мы их переставили пять-четыре-три-два. И после этого сразу не может идти касающаяся. Почему? А потому что у вас, чтобы эта разборка может идти только... Касающаяся должна касаться вертикально-прямой. А у кого вертикально-прямой, на расстоянии два, они стоят в неправильном порядке. Да. Небо возрастает. Да. А для того, чтобы они стали в неправильном порядке, нужно сделать несколько обочек.